Подробности ночной атаки российских оккупантов на Николаев можем узнать у нашего корреспондента Дарьи Литовченко. Прямо сейчас он с нами уже на прямой связи. Дарья, слушаем все подробности. Приветствуем. Да, приветствую коллеги. Сегодня этой ночью, около половины второго ночи, в Николаеве прозвучало два мощных взрыва. Было зафиксировано два попадания. Первое на территорию детского сада. Вот он сейчас находится за моей спиной. Как раз этот детский сад готовили к открытию. Но существенно пострадал пятиэтажный дом, который находится напротив детского сада. Можете видеть, что здесь, с этой стороны дома, ни одного устрелевшего окна и балкона не осталось. Как местные жители рассказали, что там проживало примерно 40% жителей. То есть еще не все успели вернуться в Николаев. Поэтому, к счастью, только три пострадавших им оказана помощь на месте. Несколько квартир здесь сгорели. Сосатели оперативно тушили огонь. И изнутри видно, что все засыпано осколками. На месте работают сейчас представители Красного Креста. Они здесь находятся с ночи. Представители волонтерских организаций. Так как ночью был удар, то многим жителям, которые здесь проживали, была оказана своевременная помощь. Молодший, в том числе и психолога. Вот, предлагаю послушать прямую речь местных жителей, что они рассказали. Сегодня в ночи прокинулась вид звуки выбуху. Сегодня проснулись от звука взрывов. Это мой дом, квартира на третьем этаже. Услышали звуки взрывов и увидели из окна огонь. Позвонила мне женщина и сказала, что возле нашего дома был прилет. А уже утром приехали и увидели все эти разрушения. К счастью, никто из жителей не пострадал. У нас только материальные расходы. Все окна, балкон, все разбито. Пока что без света, без газа. Но будем надеяться, что все дадут. Что тут скажешь? Тут просто слов нет вообще описать это все. Как оно, когда ты это слышишь, и у тебя вылетают окна. Даже врагу не пожелаешь. Хотя этому врагу я хотел бы пожелать. Здесь сейчас на месте работают коммунальные службы. Они разбираются, завалы, помогают забивать окна, балконы. Здесь, знаете, зрелище действительно так ужасающее, так как территория детского сада, повсюду разбросаны детские игрушки. Здесь сейчас, видите, игровые площадки уничтоженные, качели. Так уже выглядят. Но и по предварительной информации, атакован был Николаев иранскими дронами Шахет. Но эта информация на данный момент еще уточняется. И второе попадание было по территории местного предприятия, которое также не так далеко отсюда находится. Это хлебзавод. По информации местных властей, там серьезно повреждено транспорт, оборудование. И это может повлиять на логистику. В последующем этот хлебзавод обеспечивает хлебом не только Николаев, но и Херсон. Мы сейчас работаем на месте, и вскоре будет материал по этому поводу.